всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 сегодня на обзоре будут вещи не только которые впервые в руки но и даже уже пожалуй с некоторым налетом историчности что ли потому что первый самый главный из них это старший брат бара то есть чего собственно все и начиналось то на чем компания упражнялась прежде чем сделать свое знаменитое изделие вундер бар это разорог стелс сланта выпущено его было немало там в 1 в 2 в 3 в 4 в 5 таран дарам дарам сколько фиг его знает но вот тот что сегодня будет на обзоре вот точно это в 2 или в 3 даже сам владелец затрудняется сказать то что он говорит мне надо его в руки взять потрогать пошупать только тогда скажу вот такие были там отличия но вторая историческая опять же это вот по моему личному мнению это эпсилон эпсилон блог медитариан я ее перетащил пошла с прошлого обзора но по нескольким причинам первое а он мне очень понравился и прежде чем у меня его конфискуют на некоторое время мне очень хочется и наезд насытиться а второе это еще раз хочу сам для себя подтвердить что это не какой-то заменитель это вполне себе сумма стильная готовая классная качественная великолепное изделие но то что там еще будет вы на крупный план трогайте шубайте смотрите я начинаю подготовку и давайте уже бриться пошли на крупный план предметы нашего сегодняшнего обзора и обо всем по порядку естественно начиная с бритвы ребят прошу любите жаловать старший брат вундер бара розорак стелс ланд вундер бар появился 2016 году несколько раньше появился стелс он был в нескольких вариациях в один в два в три в четыре возможно даже в пять в шесть точно вам сказать не могу потому что их даже на самом западе не различают известно лишь доподлинно лишь то что часть из них выпускалась это из алюминия а часть из нержавеющей стали это трехсоставной сланд тот экземпляр который у меня сделан полностью из алюминия его общий вес 45 грамм вес ручки 29 вес головы 16 посмотрите как это интересно все выглядит в некоторой степени даже тут есть какая-то определенная схожесть с младшим братом вот смотрите давайте сейчас и мы его тоже разберем если сравнивать вот так вот по головам то конечно же семейное сходство очевидно разрез глаз форма ушей ну тут практически полная идентичность но тем не менее не стоит путать потому что характерами они совершенно разными какие вот сегодня по бремя вам расскажу все что знаю первое с чем толкнулся это то что когда начинал гуглить и стало совершенно понятно что сейчас в этот станок не возьмете я все никак не мог понять что вот эту вот алюминиевую штучку но да ребята его не продают и даже на ибэе последний который был ушел за 200 баксов сейчас вы его хрен с огнем найдете ручка ручка интересная основной диаметр у нее 13 конец расширяется аж до 15 миллиметров при общей длине девяносто один с половиной миллиметра рыба резьба стандартная м5 шагом 08 верхняя плита посмотрите тоже как интересно сделано пульки закругленная верхушечка вот такая дает сразу же вот яственное понимание качественное покрытие посмотрите вот как анодирование провели я больше чем уверен что ему уже не год не два и не три и не пять все еще нормально все еще хорошо только легкие кодки слегка чуть-чуть совсем совсем маленько кое-где если приглядеться можно увидеть на ручках но не более того кстати хочу сказать о ручке посмотрите какая интересная здесь насечка даже не насечка радиальные пропилы в руке сидит замур тщательно просто хорошо но это что с окончательно сбивает панталыку так это нижняя плита сверху все узнаем протоколе то есть тот же самый вундербар и как только вы переворачиваете на бок посмотрите первое впечатление лезвие здесь не загибается если загибается то очень-очень мало а дальше только все усиливается посмотрите какая глубокая ванночка и просто начинаешь потихонечку диву даваться юмору производители как они его стелс назвали такой этакий кирпичик но многие его считают даже сексуальным станком что-то в этом все-таки тот определенный брутал конечно же просвечивает итак давайте поставим него лезвие и посмотрим как это у нас все будет выглядеть какое лезвие я почему-то решил остановиться вот из всего того что константин с гамзы ссылку на которого увидеть конечно в описании под видео нам подогнал все эти персоны и вот первый который вот не упала персона platinum золенген германия я честно сказать немецкой персоной вообще ни разу еще не брился и что-то мне так захотелось нам хотя первый глаз упал вот на эту зебра которая вот решил вот эту вот штуку и открыть первый раз повторюсь беру немецкую персону в руки поэтому что-то будет я еще пока не знаю ночью будет то и будет господи давайте хотя посмотрим как немцы и разукрашивают persona platinum chrome ребят черные перчатки извиняете не нашел я белых на вот эти вот увидел с резинками вот с этими что-то повел на но из них точно не выскользнет вроде бы удобно лезвие ложится нормально теперь аккуратненько отпускаем крышечку ребят не обращать внимание вот на эти вот всяких штуки это сергей сергеевич обработал все маслицем в дорогу поэтому тут проблески такие могут быть я конечно мог вымыл но кое-что все равно еще видом осталось скорее всего в резьбе так вот все участок на этом моменте вот опа ручка соприкоснулась плитой это теперь дотягиваем ну по моим ощущениям на если не пол оборота то где-то рядом все это прошло несмотря на то что голова 41,3 уши все-таки смотрите маленечко-маленечко выскальзывает ну и как я уже говорил тут видать семейная ширина ширина головы тоже пляшет если по краям она 26 посередине 25 половиной стандартные законные уже для разораков пять десяток смотрим как вылетает лезвие и сбоку ну знаете вот 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 так вот чисто визуально если я готов согласиться с тем что лезвие действительно если изгибается то очень мало и даже вот здесь вот визуально я вижу что газ на конце он несколько выше причем изрядно нежели вот здесь к чему все это приведет бритве бритья я не знаю но по общим характеристикам тех людей которые уже пользуются станком у кого он постоянке это бритва мягкая и но не то чтобы все ядно к лезвием но даже если вы острое сюда поставить это порезаться будет ну крайне затруднительно ну вот попробуем посмотрим следующее мыло fine от торгового дома константин с ганзы мыло fine я чертовски люблю они его делать умеют но вот это вот линейка платину она особо как-то покоряет потому что здесь здесь они какой-то такой аромат интересный забили что у меня просто сбивает сбивает нравится нравится не так чтобы прям совсем сбивает но что-то все-таки в этом есть мыло твердое мыло жировое из чего состоит я вам сейчас покажу можете почитать так вот так я покажу а нет это не почитать это а где почитать блины здесь тоже не почитать ну если где-нибудь найдусь а тут ставочку поставлю вот где-нибудь здесь вот из чего она сделана компания вот лично для меня компания fine она средняя то есть она для среднестатистического мужчина то есть ты не богатый ты не бедный ты не старем голове там ты не раненый в голову ты просто обыкновенный мужчина обыкновенный человек и вот для обыкновенных людей вот эта компания все и делает но качество у них достаточно неплохое помазок fine который кто на него покуситься ребята волосы ангела хочу предупредить чертовски мягкие поэтому будьте осторожны кто ищет что-то мягкое тогда вам прямая дорога если слишком мягкая не любите ну тогда будьте осторожны повремяемся этим мы вам сегодня эти 65 грамм синтетического счастья уже были на прошлом обзоре но я решил повторить потому что ребята ну во первых понравился во вторых у меня такое чувство что у меня его скоро отожмут ненадолго но отожму поэтому хочу продлить ту радость которую он подарил первом бритья но еще раз лишний повод в нем еще раз разобраться почему бы и нет поэтому вот этот трафальгар симпсон диаметром 26 миллиметров угла сегодня будет еще раз на обзоре но и еще один товарищ который был на предыдущем обзоре это эпсилон здесь уже точная информация что у меня его отожмут поэтому хочу его еще раз пропустить на обзоре но и не только поэтому потом вот хоть и ненадолго но тем не менее на какое-то время он мне очень понравился хочу его еще раз а потом но вы поняли короче вещь просто хорошая вещь я хочу еще попробовать прежде чем на какое-то время с ней расстануть все пошли бриться по традиции вот этим набором пошли бриться нет немного перестановок сделал плюс все пришло новое зеркало и хочу попробовать как будет в таком формате сейчас вроде бы пересвет его собственно нет хотя это не вся мощность как на которую способна это зеркало если вся сейчас секундочку это то максималку с которым офигачит то есть тут как бы задел есть да и мне кажется что это слишком поэтому давайте я верну как она была кто еще не догадался это макияжное зеркало не поленился заказала что такая штука есть и так смыло начнем чаши у нас нет поэтому сразу же начнем набивать запах конечно же у него шикарный просто великолепный это свежесть это спорт это ну что-то такое знаете энергично жизнеутверждающие что-то вот такое вот откликается мгновенно поэтому я думаю наверно не стоит нам сильно увлекаться чуть-чуть вот так вот наберем насколько тут 30 оборотов и давайте на компресс должен признать компресс конечно в этих условиях несколько отличает от компресса которые было в ванной там я с водой на ты и принципе то как я не жалел но все в раковину сольется здесь если ты с водой маленечко переборщил то она тебе все зашива растечет поехали так водички еще наверно добавлю чуть-чуть ну если допустим сравнивать два мыла вот это fine и предыдущая которая была на обзоре по сравнению конечно будет не в пользу последнего вы понимаете тут уже чувствуется более облегченная версия хотя конечно же несомненно она полностью рабочая но все-таки не хватает той лакши составляющей которая была у предыдущего товарища недалек от того чтобы найти так вот прям пальцем тыкнуть тын 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 вот вот такие вот отличия но интуитивно но они все равно чувствуется и ты замечаешь ну скажем так любой из нас отличить дорогой мыло от недорогого согласитесь итак первый проход стелс ну промывать его в тазике интересно под строя воды там несомненно пену бы вы мало здесь и приходится выколупывать но тем не менее это удается то что несомненно станут мягкий конечно мы должны с вами понимать что персона это не самое острое мире лезвия но тем не менее так если вам плохо видно давайте вот так даже поближе сяду даже с этим лезвием понимаю что станут мягкие мягкие из вот в этом станке вот сейчас как я вижу понимаю я с легкостью на мог бы на и физер и к и использовать идет прогнозируемо угол реза находится точно так же вполне себе интуитивно и понятно ручка не думаю что когда нибудь в вашей жизни служат такие обстоятельства при которых она просто выпадет некоторые неудобства все-таки конечно же есть загубной все-таки размеры но они обязывают согласитесь размеры здоровая ну и второй проход помазок 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 нечем пока сравнить у яков такого нет точно у них помазки несколько иные я про синтетику чуть-чуть еще водички так ну без фанатизма второй проход но удивление да в том стадике промывается не айс струя холодной воды но смысле струя воды она бы конечно больше помогла ух ух два прохода только снял даже интересно ну давайте уже третий завершающий так кажется уже тут мне всякие нововведения в голову лезут это как минимум надо будет здесь какую-то штуку чтобы все станочки ставить так как они мокрые но у меня лишь коврик молодого дермантина ну и третий заключительный вот и Фух, с Богом. Как я умудрился. И, конечно, анодированный алюминий, вот эти все белые штуки, которые после мыла остаются. Просто так вот сейчас, я думаю, и под краном с водой мы не смыли. И, конечно, все белые штуки. Офигеть! Ну, пока впечатления такие на эти. Разрозненные. Разрозненные. Если они с ландербаром были сразу же понятны и однозначны, то с этим станком несколько иначе. Вот сейчас пока по свежачку, только-только закончили. У мыла проблем с ним на лице нет. То есть мыла более чем достаточно по скольжению тоже в бритье. как бы тоже вопросов никаких не возникало. Но вот эти только две заразы. А с этим мы сейчас разберемся. А пока компресс и автошейф. хорошо. Так. Вроде бы тихо. Сейчас посмотрим, как еще автошейф отработает. Даже представить себе не можете, с каким я предвкушением сейчас буду это делать. Потому что, ну, с первого раза не то чтобы не распробовал. Первый раз просто подчеркнул, что да еще. Так. В этот раз побольше. Так. Чтобы от души. Ну, сильно вам разгуляться здесь тоже не дадут. Дозатор стоит такой серьезный. Он будет контролировать все. Без пара. Ммм. Парни. Реально запах хороший. Запах и вкус, я бы тоже сказал. Вот эта пряность не отпускает на протяжении всего пользования этим вот шлеймом. Вы ее не сможете не ощутить даже прямо из баллона. Она из баллона уже идет. Хорошо. Хорошо. Я хочу, чтобы у меня рано или поздно вот такой появился только 400 миллилитров. Все. Все. Я вот ко всем этим разговорам про синие Флойды, про всякие вот это вот. Да-да-да-да-дам. Я буду относиться спокойно и, знаете так, ну, с пониманием. Ну, хотят люди, пускай бегают, ищут, я нашел. Ммм. 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 А 400. Ну, 400. Нашел бы еще грушу. Насадил бы нафиг на него. И не каждый раз, чтобы вам сильно мозг не выплевывать. А вы знаете, по праздничным дням, типа как дежавюхой. Как дал-дал и кайфом. Ну, вот это было бы мое все. Давай. Хорошая штука. Реально хорошая. Там в комментариях под видео видел, что ребята говорят, что там что-то еще. Аквавелла там дарам-дарам. Похоже, только она дешевле. Я не помню, была, не была. Аквавелла это на обзоре. Если даже была, но что-то как-то она в памяти не задержалась. Вот это, оно в памяти не может не задержаться. Потому что у этого изделия есть образ. У этого изделия есть характер. У этого изделия есть сущность своя. И здесь, даже дело и не в том, что он полностью оправдывает свой вот этот вот Blue Mediterranean. Голубой среднеземноморский. Он оправдывает его полностью. И своим букетом, и своими пряностями. Наверное, еще дело в том, что он как соединительный мостик между вот этой бирюзой и пряностью земли. Он от двух стихий тянет вот этот аромат и держит его в себе. Плюс ко всему, там где-то еще на заднем плане даже что-то барбаршаповское маячит. Ну, это как минимум интригует. А как максимум, ну, возьмете в руки. Ну, даже если он вам не понравится, но равнодушным он вас точно не оставит. Вот это вот мне в нем нравится. Ну, и если сравнивать, допустим, вот так вот в лоб вот этого красавца и Blue Floyd. Ну, они разные по характеру, конечно. Разные. Синий Floyd, он такой более легкомысленный, наверное, более спортивный. Более воздушный, с брызгами вот этими вот синими. Он такой, знаете, он более эфирно-спортивный, что ли. Но этот чуть-чуть, чуть-чуть посерьезнее. Вот скажем так, вот если бы синий Floyd подрослел, он бы стал вот этим. То есть тот юноша, а этот уже взрослый пацан. Если тому 18-20 лет, этому уже 30-чик. То есть это уже такой серьезный дядя, который уже с понятием, с пониманием, с чувством, с толком, с расстановкой. Вот так я к нему отношусь. Поэтому менять его на какую-то аквавеллу, пусть даже она будет очень хороша. Я бы не стал. Есть очень недорогие автошейвы, тот же самый Brabus. Я от него просто балдею. И от него фанатею. Вот как-нибудь достану и его хрен кому отдам, он у меня будет на канале. Но это не значит, что он должен что-то заменить. Это значит, что он мне нравится. И я бы хотел, чтобы он у меня был в копилочке. Но не в том смысле, чтобы он что-то заменял. Это вот к мысли о аквавелле. Если она кому-то нравится, ребята, то никто тоже не запрещает ее иметь. Плюс еще вот это. А сравнивать аквавеллу вот это. Ну, хотел бы я лоб-лоб сравнить. Но не так, как ребята там пишут. Вот на одну лица это, на другую половину лица это. Парни, ну как так можно? Это же вы сразу все запахи перемешаете. Как минимум как-то, если хотите по запаховой. Но взяли какое-то место на одной руке, на другой руке. Ну и так. Ну, чтобы носом могли дотянуться. И по аромату сравниваете там через пять минут, через полчаса, через час. Вот так можно. А на лице, да оно все смешается. Все смешается, весь букет. Сколько я вам зубы заговорил? Минуты три лицо сухое. Все. Все. И в той самой шагрине, которую я так обожаю. Вот так вот. И к нашим баранам. Да, 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 да. Ну, этого, наверно, парнишку оставим напоследок. Хотел бы сейчас сказать за помазок, к сожалению, я его не успел помыть. Но пускай будет такое, что-то что-то форсировал событие. Это достойное изделие за свои деньги Мне кажется, оно очень сбалансировано Не только по качеству и внешнему виду Но и по соотношению цена-качество То есть полторы-две тысячи За размер 22 или 23 Там по-моему 26 Но это вполне себе соизмеримые деньги Но это тот бюджет Скажем так, мне кажется, все-таки золотая середина В который, если будет укладываться Годный, качественный помазок Хороший, с ходовыми, такими нормальными Все как положено То это хорошо Дороже 2,5-3 Но там уже у помазка должно быть что-то Чтобы оправдывать эту стоимость Стоимость 4,5,6,7,8 И выше, выше, выше Там должны быть какие-то свои обоснования Помазки до тысячи рублей Но для меня это просто расходники Расходники, которые очень часто Бывают несоответствующего качества Есть среди них исключения Шик, например, тот же самый Вот они делают такие вот маленькие помазочки Вот сколько там, 500-600 рублей стоит что ли? Ну вполне себе годное изделие Вот сколько он стоит, столько он и работает К сожалению, спокор выпал из этой ниши Лично для меня У кого-то наверняка, может быть, есть годные изделия Я настаивать не буду Просто мне такие попадались Ну а тут полторы-две тысячи за годную синтетику За счет компании с хрен знает какой истории Вы только подумайте Они уже больше ста лет вяжут узлы и делают ручки Более ста лет, сколько там, 121-122 Сколько лет? Да люди столько не живут, они столько работают Ну то есть понимаете о чем я, да? То есть молодцы, молодцы ребята Мыло Запах однозначно 5 5 и я бы даже, наверное, добавил балл за свежесть За свежесть, за интригу За ту спортивную, такую веселую летнюю составляющую Которую он себе несет И здесь что-то все-таки есть такое Что просто бодрит Вот не задаешься вопросом Тебе это нравится и ты просто кайфуешь Это все равно, как вот знаете, к вам красивая женщина подойдет Спросит о чем-то Вы же не задаете себе вопросов Отвечать, не отвечать Вначале вот осознаете, что она подошла Потом вы это вот придете в себя Только потом начнете отвечать Ну при условии, конечно, что вы обычный человек Если у вас есть опыт в этих делах Возможно вы сразу ответите Но поначалу-то вы дадите себе Хотя бы там пару-тройку секунд насладиться ее красотой А потом станете отвечать Почему вы это делаете? Ну вольно, невольно Потому что вы мужчина Потому что к вам подошла красивая женщина Ну и здесь то же самое Понимаете, вот что-то такое есть Скольжение, постскольжение Сама по себе пена Вот для этого мыла Они, ну, с эти свейдет То есть они в принципе вполне себе годные Но если сравнивать с Баррестером Энд Майном Который был с прошлого отбрития Тут, конечно, ну Ну их нельзя сравнивать Они разные От слова совсем По всем параметрам Вот это бы проиграло И по запаху И прочему-прочему И это неудивительно Это правильно Это должно быть Потому что это бюджетное изделие А Баррестер Энд Мэн Это ни хрена себе не бюджетное Это элитное И таких элит Ну как бы немного Если с теми сравнивать То это середина На середину он тянет вполне себе Это просто рабочая лошадка Вот так бы я к нему относился Ну и, конечно, спасибо огромное Константину За то, что дал возможность Попробовать вам показать Но из всей средней линейки Которая вот Очень мощно представлена у Константина на сайте Я бы, наверное, все-таки это выделил В первую очередь из-за запаха Вот с таким запахом мыл немного Вот лично для меня удивительно Почему среднее мыло Ну, для средней по цене Для, ну, скажем так Шерпотребность не подойдет Мыло средней ценовой категории То есть средняя ниша Вот делают товары для средней ниши Как вот запах такой Попал в такое мыло То есть вот для меня Несколько удивительно Ну, видимо, ребята заморочились И решили как-то, знаете, приулучшить И что-то сделать еще лучше Бритва Стелс от Разорак Бритва удивительная Удивительная во всех отношениях Вот с моей колокольной Для меня лично У меня к ней только одно замечание Это размер ее башки Потому что, как ни крути Ну, тут я повторю еще раз Ну, умиляет юмор создателей Потому что, вот как вот такой вот Назвать стелсом Потому что, смотри, башка-то не маленькая Ну, здесь размер более Чем у многих станков Поэтому, каждый раз, когда я в носогубной работал Вот это движение Мне делалось Давалось с трудом Ну, то есть, скажем так Я испытывал некий дискомфорт Я потом это компенсировал Когда проводил вот эти вот движения Я все это убирал нафиг Несмотря на то, что здесь уши торчат Они мне не мешали Здесь уши торчат не больше, чем на Роквале Больше, чем на Калибре Но не больше, чем на Роквале Брить они не мешают совершенно Вес танка, развесовка Вполне меня себя устраивали Когда я увидел вес И, честно сказать, я не ожидал Что он будет так брить А брил он, ребята Понимаете, его нельзя сравнить с Меркуром 37 Его нельзя сравнить с 37-м розораком Но, вот почему-то до жути Хочется его назвать Роквулом от косорезов Вот такой вот он Бархатный И вот такой вот он в резе То есть, бритье Ты вот понимаешь, что он идет мягко И он такой же обманчивый, как старт Вот мягкость старта Она подкупает И думаешь, а, ну что он там сбреет Он сбревает И здесь то же самое Ты думаешь, а, он мягкий, что он там сбреет А он сбреет еще как Он дал мне BBS Процентов на 95 Те места, которые вот все-таки Маленечко чуть-чуть остались Я склонен, ну, к тому, что Сам накосячил То есть, я их мог бы еще убрать Легко и просто Запросто То есть, бритье он хорош Реально хорош Ну, конечно же, ему не сравнится с лунтербаром Нет У старшего брата У младшего брата У него своя стать У него свой характер И у него все-таки есть, знаете Ну, агрессивность выше Всяк разно выше И вот этим он подкупает Что они там, третий выродят Младшенького брата, какого остается Только гадать Ну, и при всем при том Как ни крути, это все-таки раритет На сегодняшний день вы его нигде не возьмете Даже последнее изделие, которое было На eBay совсем недавно За 200 туриков, зеленых попугаев Оно, и шучат зло И вот теперь немая Так что, еще раз спасибо Сергею Сергеевичу За то, что дал в руках Подержать вам, показать Такую интересную штуку Ну, а на этом На этом разрешите с вами попрощаться Добра, счастья, радости Берегите себя, берегите своих близких Дай вам Бог здоровья Пускай у вас всегда-всегда все будет хорошо Что будет в следующий раз? Я не знаю Но, скорее всего, что-то из коллекции Сергея Сергеевича Потому что я не хочу злоупотреблять Его терпением, доверием Я хочу все это так Попробовать и отправить Тем более, что там Ух, какие вещи При всем при том Я не забыл, что у нас есть салон С открытым гребнем Я знаю, что наши братья С Чехии, Словакии Очень хотят на все это посмотреть Ребята, войдите в положение То есть, давайте сейчас С посылкой Сергея Сергеевича Разберемся Отправим Ну, а там уже Наше, оно и есть наше Никуда оно от нас не уйдет Ну, все Пока-пока Отписывайтесь на канал Берегите себя До новых встреч Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»